Государственная Дума приняла закон об отмене возрастных ограничений, согласно которому федеральные чиновники, назначаемые и снимаемые с должности президентом, могут работать на посту без возрастного ограничения в 70 лет. Особенно речь идет об опытных и высококвалифицированных специалистах. Тему продолжит наш корреспондент. Согласно действующему законодательству, госслужащие могут занимать свои должности, пока им не исполнится 65 лет. В отдельных случаях срок продлевается до 70 лет. Изменения вносятся в статью 25 Федерального закона о Государственной гражданской службе Российской Федерации. В пояснительной записке к документу указывается, что иногда есть необходимость продлить срок службы наиболее опытных и высококвалифицированных госслужащих после достижения ими 70 лет. У нас долгое время, предельный возраст нахождения на Государственной гражданской службе для высшей группы должностей, категории руководитель, был установлен 70 лет. Так вот, предлагается в отношении должностей Государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых происходит указом президента Российской Федерации, это 70-летнее ограничение, предельный возраст нахождения на Государственной службе снять. Парламентарии рассмотрели целый ряд социальных и образовательных проектов. Один из них — повышающий статус детских школ искусств, принятый в окончательном третьем чтении. Теперь за их финансирование, оснащение и кадровый состав будут отвечать не муниципалитеты, а региональные министерства культуры. Законопроект предусматривает повышение статуса школ искусств, их подчинение уже на региональном уровне, возможность проведения творческих конкурсов при поступлении в организации среднего профессионального образования. Этот законопроект предполагает возможность для Министерства культуры самостоятельно устанавливать те квоты, которые затем будут распределяться между различными вузами по подготовке по творческим специальностям. Изменится и принцип отбора кандидатов в творческие училища. Основным критерием приема будут не результаты единого госэкзамена, а талант. При поступлении в творческие школы приоритет получат одаренные поступающие. Такие образовательные учреждения смогут создаваться по одному или нескольким видам искусств. Несколько инициатив коснулись увеличения дохода бюджетников, помощи ветеранам и малоимущим. Мы предлагаем ввести через банковские карты МИР нашу платежную систему российскую. Возможность людям, у которых доходы ниже прожудочного минимума, доплачивать на эту карту, класть деньги в размере как раз одного мрота, примерно 12 700 рублей, которые можно тратить только на продукты питания отечественного производства. Сегодня будет рассмотрен, надеемся, законопроект о базовой ставке для педагогов и медиков не менее двухкратного минимального размера труда Российской Федерации. Только такой подход позволит формировать адекватную заработную плату нашим бюджетникам. А следующее пленарное заседание парламентариев состоится в стенах Государственной Думы во вторник, 16 марта. Субтитры создавал DimaTorzok